Игровой день на стадионе Янтарь продолжается матчем между командами юношеской футбольной лиги 2. Команды те же, Строгино и Мастер Сатурн. Разница в том, что в этом турнире они соседями игрой своей команды и, может быть, и во многом за счет этого, одержать уверенную победу над Шор Зенит. Кроль как раз сейчас пролезает мимо Губаза, входит в штрафную Кроль, скидывает под удар. Какой удар! Какой выстрел! И это, ну, естественно, это Серафим Чехлов. Кто же еще? Шестой мяч уже Серафима в этом сезоне. Свой очередной гол забивает лучший бомбардир юношеской футбольной лиги 2. И даже делает это не с 11-метровой отметки. Ну и посмотрите, насколько филигранный удар. Просто подача Чехлова. И 2-0. Абсолютно один остался сейчас Кирилл Кроль, отдавший не так давно голевую передачу Серафиму Чехлову. А теперь уже сам преобразует он подачу Чехлова в забитый мяч, удваивая преимущество своей команды, ближе к середине первого тайм. Контролем Губаза. Солодухин. Солодухин смещается в центр и решается на удары. Павлов даже не с первого раза все-таки этот мяч забирает, еще и выманивает на себя. Когда понял, что чуть далеко отпустил от него мяч и стал тут уже добычей защитника. Ефимов разгоняет атаку. Сам бьет Ефимов. Какой выстрел. Какой удар. И в четвертой игре подряд Александр Ефимов забивает, не отпуская далеко от себя Серафима Чехлова в этой их импровизированной гонке бомбардиров. Ну вот, дали впервые, наверное, в этом матче получить мяч, продвинуться. И как бы, я не знаю, чего ждали защитники. Может быть, рассчитывали, что не станет Ефимов бить поворотом. А он взял и шлепнул так, что просто шедевр. Хуранов здесь именно к нему отскочил мяч, но не дошел, не успел, поскольку Артем Горохов все-таки отправил команды на перерыв. Юношеская футбольная лига 2. Четвертый тур. Строгино училище Олимпийского резерва номер 5. Продолжилась, впрочем, снова недолго Саушкин. Крой. Крой хорошо развернулся. Движется дальше по флангу Кирилл. Аккуратный заброс штрафную площадь. Что творит этот Чехлов? Ну, у него в этом сезоне, мне кажется, пока что залетает вообще все. Действительно, один, наверное, из самых ярких футболистов всей юношеской футбольной лиги. Вот в эти стартовые туры. Ну и тут удар головой нанес просто какое-то невероятное. Аккуратнейшая подача Кирилла Кроля. И вот такой парашютик запускает Чехлов за спину галкиперу раньше, чем Антон Смирнов. Вот уже мы видим прессинг в исполнении футболистов Мастер Сатурна. И нет здесь положения вне игры Павлов. Ну, Солодухин, мне кажется, сам не поверил в этот эпизод, в котором он оказался. Посмотрите, абсолютно один в штрафной площади. Кажется, сам не поверил своему счастью, как я уже сказал. Борется там, как Лев сейчас за этот мяч. Чавдеев, еще один шанс, но здесь уже офсайт. Здесь уже офсайт у Солодухина. И вот когда он начал действовать, действительно, как того следовало, в стартовом составе начинал. У нас Панов тем временем несется к штрафной площади, забегает здесь Мирзаян. Удары! Вот вам и Александр Казаков. Первое же действие для него в этом матче. Это сейф после удара Мирзаяна. Он рядом, а потом отскочил. Понятное дело, что он забегал в Мирзаян, но и Панову-то пространство давать совсем не следует. Ну вот. Остался в центре штрафной абсолютно один Никита, но пробил в газон, от которого мяч и отскочил. Да, ну я думаю, что все. Именно об этом я и думал. Финальный свисток, который фиксирует, во-первых, крупную, во-вторых, сухую, в-третьих, победу футбольного клуба Строгино.